Накануне депутаты Горсовета провели 45-ю сессию. На обсуждение было вынесено больше десятка вопросов, в том числе об увековечивании памяти Василия Павловича Криушина. Он внес весомый вклад в охрану экологии региона. Подробнее о принятых решениях расскажет Ксения Семенова. Первым вопросом повестки дня стали изменения в главный финансовый документ областного центра. Доходную часть бюджета было предложено увеличить на 214 миллионов рублей. Планируется, что дополнительные средства поступят от реализации земельных участков под коммерческие нужды и ЖС. Продажи муниципального имущества за счет включения его в прогнозный план приватизации на 2017 год и межбюджетных трансфертов. Соответственно, на 214 миллионов будут увеличены и расходы. Капитальные вложения в 2017 году за счет собственных доходных источников увеличены на 172 миллиона 590 тысяч рублей. Из них на строительство культурно-образовательного центра по улице Карачанская, второй этап строительства школы 24, 61 миллион 142 тысяч рублей. На реконструкцию здания по улице Горького, 31А, под восстановление детского сада 50 миллионов рублей. На капитальный ремонт крови в здании образовательных учреждений 20 миллионов рублей. Таким образом, расходную часть бюджета утвердили в размере 10 миллиардов 350 миллионов рублей, доходную на 408 миллионов меньше. В документе на этот год заложено финансирование мер поддержки председателей ТОСов. Ранее стимулирующие выплаты они получали по линии комитетов по управлению округами. С этого года выплаты будут идти по линии соцзащиты. Напомним, для председателей ТОС многоквартирных домов сумма составляет 2500 рублей в месяц. Для представителей частного сектора – 5000. В настоящее время на территории областного центра функционирует 503 ТОСа. В ходе заседания депутаты поддержали инициативу Городского совета ветеранов об увековечивании памяти Василия Павловича Криушина. Он внес весомый вклад в охрану экологии региона. Криушин Василий Павлович родился в 1930 году в крестьянской семье. В период Великой Отечественной войны работал в колхозе. После Великой Отечественной войны окончил сельскохозяйственным техникум, работал агрономом. С 1954 года был избран председателем колхоза «Правда» Алексеевского района. В августе 1991 года Василий Павлович возглавил президиум областного совета Всероссийского общества охраны природы. Мемориальную доску решено установить на доме, где жил Василий Павлович Криушин по адресу Театральный проезд 1. На голосование был вынесен вопрос о безвозмездной передаче муниципального имущества Творческому союзу художников России. С ходатайством в мэрию вышли члены объединения. Речь идет о подвальном помещении на улице Князя Трубецкого, 52, площадью 60 квадратных метров. Художники намерены оборудовать там творческие мастерские. Всего на 45-й сессии было рассмотрено 13 вопросов. На следующее заседание депутаты соберутся 25 апреля. Ксения Семенова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.